Нам проведет экскурсию Ницкой мечети, естественно, в Ихтарахадал-Ард. Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Всегда было огромное желание поделиться с вами своими впечатлениями в своих поездках. И сегодня по приглашению близких моих братьев я вылетаю в Тегеран. И с нетерпением жду познакомить вас с одной очень интересной семьей, которая проживает в городе Гумбет на юге Ирана, иншаллах. До вылета в Иран мы планировали посетить семью одного ученого из Дагестана, Абдул-Вахаба. Но после прибытия в аэропорт Гурган, где нас встретил правнук еще другого ученого, Абдул-Кадир в Дагестане, который переселился, уехал из Дагестана раньше, чем переселился Абдул-Вахаб, мы узнали об этой семье и оказались, то есть стихийно изменился наш план, план нашей поездки, план нашего визита. И сначала мы посетили семью Абдул-Кадира Дагестане, то есть его внуков, а также сына другого его брата Ибрагима Дагестане, о котором вы в дальнейшем в нашем фильме узнаете. Дагестане —IO Субтитры делал DimaTorzok Сегодняшний день по плану мы проводим в Тегеране, познакомимся с этим городом, встретимся здесь с нашими друзьями. Это будет уже завтра. Далее при прохождении паспортного контроля, заметив нашу видеокамеру, службы задержали нас на полчаса, выясняя, не прибыли ли мы с какими-то недобрыми намерениями, в ходе которого они попросили удалить кое-какие съемки, которые были сделаны внутри терминала. И, выйдя из аэропорта, нас встретил Арслан Али, который прибыл в Иран задолго до нас, за неделю, наверное, до нас, с бизнес-миссией. Он является руководителем Ассоциации экспортеров Дагестана. Он тот, благодаря которому наша поездка и состоялась, который изъявил желание поддержать нас, пригласить нас туда, взяв на себя и расходы наши. И вообще, в Иране оказалось непросто снимать видеокамеру, да еще и со стабилизатором. Многие служащие боятся, побаиваются, просят не снимать и так далее. Явно видно, что эта страна еще не адаптирована к приезду большого количества туристов или что, я не понял. И дальше уже пришлось работать более осторожно. И далее вместе с Арсеналем, который нас встретил в аэропорту, мы направились в нашу гостиницу. Мы отдохнули, позавтракали. Теперь вызвали такси, направляемся в аэропорт. Оттуда мы, иншаллах, вылетаем в город Гурган, провинция Гулистан. Вперед, садись, Арсеналем. Сейчас мы выехали в аэропорт. Иншаллах, хочу несколько слов о цели нашей поездки. Цель наша зиярат к нашим братьям. Мы обычно под словом зияра подразумеваем зиярат к покойным на могилах, на зиярат и так далее говорим. Это тоже зияра, посещение кладбищ и могил, тоже сунна пророка, посещение двух наших святынь, посещение Каабы, тоже зияра. Но очень важным зияратом для каждого мусульманина является посещение ради Аллаха своего брата по вере. Визит к брату по вере, бескорыстный визит. Именно об этом сказано в одном хадисе посланника Аллаха, что когда какой-либо раб Аллаха вознамерится отправиться с визитом к своему брату по вере, который живет вдали от него, то в этом случае Всевышний Аллах посылает ангела на его путь с определенной вестью. То есть когда этот раб проходит этот рассказ посланника Аллаха, он так и говорит. И когда этот раб встречается на этом пути с этим ангелом, ангел у него спрашивает. Куда ты направился? Он говорит, я направился к своему брату в такое-то село. Ангел у него спрашивает, есть ли какое-либо мирское благо, которое ты ожидаешь от него? Тот отвечает, ангелу нет, кроме того, что я люблю его ради Аллаха, и поэтому хочу его посетить. И тогда ангел говорит, я послан Всевышним к тебе с вестью о том, что Аллах полюбил тебя так же, как ты полюбил этого раба. В итоге мы направлялись к семьям трех дагестанских переселенцев. Это Абдул-Кадир в Дагестане, его брат Ибрахим в Дагестане и еще их родственник или их знакомый из Дагестана Абдул-Вахаб в Дагестане, которого они позднее пригласили в Иран, где они решили остановиться по пути переселения из Дагестана в Мекку. Впервые лечу на таком самолете, винтокрылом и миниатюрном. Летят около часа двадцать минут, это около пятьсот с лишним километров. На машине это была поезда шесть часов, но мы решили самолетом лететь, потому что внутренние перелеты не такие дорогие. Абдул-Кадир в Дагестане Сан-Оли, давай наших друзей представим. Это Ихсан Салих, брат, который живет в Гумбеде. Когда была наша делегация несколько лет назад в Тегеране, он все время нас сопровождал, поддерживал, помогал, всегда был рядом. И с тех пор мы с ним знакомы, он говорит по-русски, учился в Киеве. А этот Тага тоже правнук большого ученого из Дагестана, который в период революции эмигрировал в Иран. Это и есть тот Тага, от которого мы узнали об остальных переселенцах из Дагестана, вернее о самом главном переселенце, о Абдул-Кадире в Дагестане, из села Нижние Мулебки. И далее мы вместе с Тага и Ихсаном направились в город Калале. Они оба говорят по-русски, они нас встретили, и поэтому мы здесь себя чувствуем, как у себя дома. Пусть Аллах им воздаст. Нам на какую-то... Да, мы с ним тогда. Да, там где-то 50 человек, да? Да, 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 маленький. И кто не полный был самолет? У нас там вообще из-за пандемии вроде туда-сюда не ездят. Да, да, видно, очень мало людей путешествует. Да. У вас-то и так закрыто. Все очень камеры боятся. Прилетели мы тоже из-за камеры нас там в Тегеране полчаса задержали. У нас получается из одного областа в другую область нельзя поехать. Да? Не пускают. А ты как этот получил? Ну, это наш область. Я не вижу. После Горгана нельзя уже. А, в Тегеране лететь ты не можешь, получается? Лететь можно, на машине нельзя. А, на машине нельзя. Ясно, ясно. По пути из аэропорта мы, нас ожидал сюрприз. Когда мы попросили остановиться для совершения молитвы, Тага предложил остановиться в селе Карабулак, где как раз функционирует большое медресе и большая мечеть, которая была основана учеником одного из дагестанских ученых, учеником Абдул-Кабира в Дагестане. И здесь мы решили остановиться, сделать для вас такую короткую экскурсию. Комплексы Суницкие имеются здесь. Это одна из крупных мечетей. Мы здесь совершили намаз. Это Суницкая мечеть, естественно. Вот один из студентов, который здесь обучается. Здесь большое-большое медресе на человек 300 минимум. Миша Аллах, познакомимся, зайдем. Несколько лет учащиеся начинали у нас проблемы сделать. И пришли сюда к нам и сказали, что вы тоже будете учить наши книги. Ага. Это один из учеников, ученик вашего прадедушки Абдул-Кабира. Это ученик Абдул-Кабира в Дагестане, который возродил учение ислама среди туркменов, проживающих в Гулистане. И вот здесь вот похоронен, вот здесь находится могила его ученика Ярмухамада Ахунда. И вот он в буквальном смысле отвоевал сунницкое образование здесь, так как им, по словам его правнука, им местные власти противостояли, навязывали свое образование. И вот так в свое время эти люди отстояли сунницкое образование здесь. Мы очень рады, что увидеть здесь вас. Он, получается, здесь руководитель? Да, он старше его отца. Маша Аллах. Он, получается, сын Ярмухамада Ахунда, сын. Еще другой сын тоже есть. Все они имам учили. Вот вы посмотрите сейчас, вот как может мусульманин сказать, что я могу сделать. Вот один человек, который мигрировал из Дагестана, и вот он покинул этот брендный мир, а дело его живет и продолжает нести пользу. Он его сын, это сын ученика Абдул-Кадыра в Дагестане, который похоронен вот здесь. И сейчас зайдем, может, посмотрим. Можно? Бисмиллах. Здесь же оставим, да? Одиннадцать комнат там, одиннадцать комнат тут. Везде и название все имамы. Вот, посмотрите, шейх Ибрахим Ибн Аль-Адхама. Это я вот для наших руководителей в Мадресе, чтобы они могли так же называть, ваалейкум ас-саламу рахмасуллах, чтобы они взяли вот этот замечательный пример. И вот ученики, студенты будут наизусть знать имена великих ученых ислама. И каждый раз, когда они заходят, видят номер своего учебного класса, они вот будут знать. Вот, посмотрите, шейх Мухаммад Бабас Самаси. Шейх Мухаммад Бабас Самаси. Это тоже известный суфи, о котором в Дагестане многие знают. А шейх Абу Али Фармади. Это великий суфи, который входит в сельселя шейхов. Шейх Абу Али Бастами. Маша Аллах. Просто вот по этому коридору пройтись и вся история ислама, история великих ученых ислама прямо перед твоими глазами. Ахамду лиллях. И вот это первый этаж, вот 11 там, 11 здесь 22. 22 этих учебных, весь учебный корпус, он как бы делится на две, с той стороны 11 комнат здесь. Анта Амам. Скажите ему, местный должен быть впереди, чтобы дорогу показывать. Он должен. Не будет. Маша Аллах. Маша Аллах. Маша Аллах. Маша Аллах. Душа радуется, видя этих детей, детишек, которые заучивают Куран наизусть. Маша Аллах. Маша Аллах. И это всего лишь одно учебное заведение здесь. По прибытию в городе Каляле, нас сначала пригласил на ужин Ихсан, где мы отдохнули, где было оказано теплое гостеприимство, как и везде. И далее к себе нас пригласил в дом своего отца, где мы и переночевали Каляле. Планировали. Мы думали ехать час, но ехали почти полдня. И вот мы приехали к дагестанской семье в Иране. Маша Аллах. Хасан же? Хасан. Вот Хасан, он является внуком. Это был правнук, который в аэропорту нас встречал. Это его отец. Это внук Абдул-Кадира. Рахима Аллаху. Большого ученого, который возродил ислам на этих землях среди туркменов. И вот мы сейчас уже у них во дворе, у них дома. Будем гостить у них, иншаллах. Спасибо. Спасибо. Хочешь, кэрдонат? Ажан, ваше. Ассам, али, ассуф, ашан, кюре. Нахадер, сахас. Хочешь, кэрдонат? Да, ученые, даргинские ученые 20 века называется книга. Так мы переночевали в доме нашего дагестанца Хасана. Хорошенько выспались, к нам постучались в дверь, приглашают на завтрак. И мы с удовольствием принимаем такое приглашение. Иншаллах, сегодня у нас будет очень насыщенный день. Мы намерены посетить два села. Эти два села, которые называются Гулидах и Орджали, Гулидах это родовое село Таха и его отца Хасана. Это то село, которое было основано их предкам, в котором также работает мадресе мужское и женское. И второе село это Орджанли, где как раз таки нас ожидает сын Абдул-Абад, к которому изначально мы направлялись, к которому мы выехали, вылетели из дома. Он ждет там, он является руководителем, то есть директором того мадресе, которое было основано его отцом. Ассаму. Увай алейкум салам таха. Бисмюля. Покажи туркменский завтрак. Огурцы, по-моему, они в масле. самое главное здесь топленое масло. источник энергии. Я раньше не понимал, что это топленое. Как называется? Сария. Золотое масло. Ага. Золотое, золотое. Муабир эхельди. Сария. С одного гектара 6 тонн пшеницы выращивается здесь, а Хасан сам занимается сельским хозяйством. Кстати, этот Хасан, он на своей машине в прошлом году приезжал в Россию, бывал в Дагестане с семьей, посетил дагестанские села, и мы с ним уже виделись в Махачкале. Вот мы только что подъехали к селу Гулидах, и у въезда в село мы видим вот такое вот название села, название села Гулидах, это арабскими буквами написано, и фотографии двух шейхов. Этот слева Абдул-Кадир Ахунда в Дагестане, это прадед нашего Аха, дед Хасана, их предок, и второй его брат Ибрагим Ахунда в Дагестане. Вот эти два человека, в революцию переселившись сюда, сделав хиджру сюда, вот здесь они основались. И здесь образовалось целое село. Вот это село, вот не забывает до сих пор, вот основатели этого села, вот шейх Абдул-Кадир Ахунда в Дагестане, шейх Ибрагим Ахунда в Дагестане. Вот эти два человека, и позднее к ним присоединился еще Абдул-Кадир Ахунда в Дагестане, вот эти три человека здесь, вообще среди туркменов, проживающих здесь, возродили ислам. И не только ислам, они, можно сказать, основали целый социум, основали эти села. Их имена носят мечети здесь, медресе. И вот результат усердия людей, единиц. И когда мы говорим, что я могу сделать, кто я такой, мы глубоко ошибаемся. Со слов потомков хочу добавить еще то, что Абдул-Кадир в Дагестане вел здесь очень активную общественную деятельность. Был период, когда местный шах повелел посеять наркотические растения в этом регионе. И после того, как Абдул-Кадир в Дагестане и его брат Ибрагим провели большую разъяснительную работу среди населения о вреде и запретности этой деятельности, это население само взялось за выкорчевывание всех этих растений. А также со слов их потомков и жителей этого населенного пункта говорят, что, вернее, нам показали дороги, которые были построены благодаря активному участию этих дагестанских ученых. Абдул-Кадир в Дагестане Возглавляет здесь мадресе, они называют Хауза Ильмия, то есть имеется ввиду учреждение, образовательное исламское учреждение, где обучают и наукам Корана, и шариатским наукам, здесь похоронены. Ибрахим и Абдул-Кадир, они похоронены здесь, мы сделаем зияр. Здесь вот это мужское, мужское мадреса, и второе есть женское мадреса, два мадреса в этом селе не работают. История этого села такова, что по прибытию их предков сюда, Абдул-Кадир и Ибрахим в Дагестане, они через призыв в ислам объединили племена туркменов. А туркмены тогда были разобщены, вот те племена, которые здесь жили, они были разобщены, они не делали, не вступали в браки совместные, они постоянная вражда. И именно вот это село объединило вот эти племена. Он как бы пригласил в это село объединиться в этом селе различные племена туркменов. Мухаммад был самый старший, Абдул-Кадир и младший Ибрахим. Они три брата. Во время переселения, эмиграции из Советского Союза, ему было Абдул-Кадир около 25, а ему около 22 лет. Вот такого возраста они были. И несмотря на все эти трудности, вы представляете, в тот период переселиться, бросить родину, переселиться сюда. И при этом заниматься вот такой деятельностью, общественной деятельностью, деятельностью призыва в ислам людей, объединения этих людей. Какими должны быть людьми крепкими, мужественными, не думать о своих личных проблемах, а заниматься проблемами общества в том месте, где они находятся. Вот здесь вот вышли наши студенты, ученики, которые обучаются здесь. И вот, амдул-Лиллах, результат нескольких людей, одного человека, одной семьи, которая оставила вот этот большой след на этих землях. Спасибо. 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 И вот, на этот момент, по-прочес遠ству, они были в том месте, они были в том месте, что они бы не могли снять, но они были в нашем городе. То есть после того, как переселились их предки, Абдул-Кадир и Ибрахим, молодые люди в возрасте до 30 лет, будем говорить, от 25 до 30 лет, они после того, как в России произошла революция большевистская, они переселились сюда и выбрали для себя, для проживания, вот эту местность, для проживания, для распространения учения ислама, призыва ислама. Они выбрали эти места, так как они напоминали и родину, и она была похожа на их родную землю, и они принесли миссию объединяющую, так как ислам объединяет враждующие стороны, плебеда. И их отец, их дед также примирил огромное количество туркменских племен, которые враждовали между собой. И после того, как Абдул-Кадир и брат его Ибрахим решили обосноваться на этой земле, они решили сделать его каким-то муниципальным, что ли, каким-то центром, в котором будут собираться племена, и они пригласили из каждого племени по одной семье обосноваться на этой земле. Так же, и они выделили им земли, и так образовалось вот это село. Село это, или же как у нас называют, райцентр. То есть это то село, которое объединило всех туркменов, и здесь они похоронены, Зул-Кадир и Ибрахим, здесь они основали эту надрасу, и вот мы спустя столько лет, мы узнаем об этой истории, истории наших дагестанцев. И большие, большие ученые ислама из туркменов вышли из этого медреса. Их школа, это основная школа ислама среди туркменов Ирана. То есть все проповедники, все имамы, руководители образовательных учреждений, это выходцы именно этой дагестанской исламской школы. Я вас д conjunto был. В результате, появилась с Адвастом, городской темпажем, Это будет87, этот ее свой свойстиг, чторыотыыйотrit – все наши дагестанцы – этотしょ университитель, когда вы появились у дагестана, Шэйх на кассете – это было chiумело с этим. Х Shaik Накшбандей – Шэйх Ал-Аддин – в Ираках, estoy вернулась в pocket, Абдул-Кадир принес Туркмены, тогда были очень отсталыми от ислама люди, образование было очень низкое. Они принесли с собой из Дагестана шариа, принесли тарика и принесли кираа, это значит чтение Курана, таджуид и правильное чтение Курана. Вот эти три вещи, они принесли и внедрили его из Дагестана здесь, на этих землях. И это тарика, я хочу узнать, что это тарика от Дагестана или Ираак. Он был тарика в Дагестане, но не знал, кто он в Дагестане. Но он был в Ирааке, когда он приехал из Дагестана, он был приверженцем. Софийской школы, он был нуридом, а когда, после того, как он еще в определенный промежуток времени провел в Ираке, в то время, когда здесь пришел к власти Рейза Пехлевы, который объявил светскость. И он из Ирака, шейх Аля-Уддин, на Кшбандии. Вот у этого шейха в Ираке он взял Иджазу и как бы новую тарикацкую линию он получил. Тарика заново он получил от шейха в Ираке, в Ираке от шейха Аля-Уддина. 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 доходит до шейха Халида в Багдаде. Почему он сделал хиджеру повторно из Ирана опять в Ирак? Так как причиной этому послужила новая власть, власть Риза Пехлеви, который объявил... То есть отец Риза Пехлеви, который стал воевать, то есть объявил имя против хиджаба, против ислама, поэтому он был вынужден покинуть Иран. Он был вынужден покинуть Иран в связи с той властью, которая препятствовала ношению хиджабов женщинами. И наряду с этим, наверное, еще и другие были, конечно, препятствия, и он решил переселиться в Ирак. Ивуд. Устаз Аббас нам рассказывает, что когда отец планировал после того, как он отправится после хиджры в Ирак, далее из Ирака он планировал совершить хиджру в Мекку, что ему не позволил сделать его шейх Аля-уд-дин Набшабанди, который назначил его своим наместником, своим представителем для туркменов. И позднее, когда уже власть перешла в руки сына Риза Пехлеви, который не стал запрещать ношение хиджабов, не стал лояльным к исламу, они вернулись обратно сюда, в Иран, и стали продолжать наставлять туркменов. Сейчас мы направляемся... Мы сейчас направляемся в сторону женского... Юрий, я хочу ссора. Я хочу ссора. Я хочу ссора, вот так. Ходят домой, в основном проживают здесь девочки и обучаются Корану, Курану, грамматику арабского языка, исламское право, то есть вот такое исламское мадресе для девушек строится здесь, но оно уже работает. Продолжение следует... Мудира. Мусаядат улмудир. Мусаядат улмудир. Мусаядат улмудир. девушек здесь обучается изучают арабский язык изучают куран своими силами посмотрите здесь вот есть все удобства здесь тепло шала период летних каникул обучающиеся девушки их количество достигает до 500 девушек живание питание все здесь бесплатно все бесплатно и к тому же если кто-то захочет купить себе какие-то сладости есть свой магазинчик дополнительно чтобы дети могли что-то себе купить 3 разовое питание бесплатное для тех кто проживает здесь а это мы рядом с медресе такое скромное жилье нашего шейха директора вот этих двух его супруга она занимается обучением Это я, как девушка. Это портрет Ибрахим Адаристани. Салам Алейкум. Салам Алейкум. Салам Алейкум. Мы опять, мы сегодня приехали в другое село, которое называется Орджели, северо-восток Ирана. Здесь мы пришли к сыну третьего переселенца дагестанского, сыну Абдул-Уахаба, одного ученого из Дагестана, который также переселился в Иран. В этом селении он основал мадреса, мечеть. И сейчас его сын Аха, он руководит этим учреждением, он работает здесь и пообщаемся с ним. Салам Алейкум. О, Олейкум. О, 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 О... Салам Алейкум! О Олейкум? Оо, О, О, О Слава Богу! Слава Богу! Как Вы делаете, ухо? CHС-с Слава Богу! Слава Богу! Это наш сын Ат-Аха, сын Абдул-Уххаба, который переселился из Дагестана на эти земли, сын ученого. Сам тоже ученый, вот здесь, иншаллах, он нам покажет, как они здесь поживают, как они обучаются. И вот это село Урджили, вот, иншаллах, будем знакомиться. Всегда, говорит, мы испытываем тоску, скучаем по Дагестану и ко всем дагестанцам испытываем такую любовь. И всегда будем только рады видеть любого дагестанца, любого вас на этой земле. Абдул-Ухаба, в тратин-иащем году прежде всего, в Казанистане к Ирану. И был в результате, что он был в результате, что он был в результате, что он был в результате, с нашим шейхом Абдул-Кадир и шейхом Ибрахим, и другие, и другие. и они приходили к Мекке. Но они позволили Бога и они приходят здесь. И Бог успел их и учитывал их здесь, и учитывал их, и учитывал их, и учитывал их здесь. Ихтарил их Бога в Дагестан. И учитывал их в Дагестан. И учитывал их, и учитывал их, и учитывал их. В 30-х годах прошлого столетия мой отец с Абдул-Кадиром и Ибрахимом покинули Дагестан для того, чтобы направиться жить, переселиться в Мекку. Но Всевышний избрал для них другую судьбу, другую роль. И они остались по воле Всевышнего Аллаха на этих землях. Они посеяли семена ислама, возродили исламские знания. И чтобы они поставили, возложили, заложили основу будущих поколений проповедников, муфтиев, имамов, которые здесь работают. Хамп對吧. Монтока называется Туркман Сахры. У efficиция больше млн. Миллион считает хреком Субтитры создавал DimaTorzok Регион, в котором мы проживаем, это более 2 миллионов человек, которые, начиная с побережья Каспия до границ Хурасана, это на всей этой территории все лидеры ислама, все проповедники, все учителя, это или ученики Абдул-Кадира, или ученики Абдул-Ухаба в Дагестане. И они отличились от всех, и они взяли на свои плечи вот эту миссию возрождения исламских наук. Они учитывались примерно в 30 лет назад, а примерно в 90-е годы. В центре города не было ни в сентябре, ни в сентябре в дни, ни в сентябре, ни в сентябре, но не было ни в ул., они роды и в ул. Ма-шам-шам-шам. Аддаа кудумхум, амалуум, аджиадуум фи сабиллах, и таалимхим, адауатим, аужеда саура кабира. Эти два человека совершили такую революцию, революцию образовательную, революцию нравственную. Они принесли настоящую культуру ислама на эти земли. И они, при этом никого не призывая, это я уже от себя говорю, не призывая никого к оружию, не призывая никого к вражде, они несли с собой образовательный джихад, такой вот джихад нравственный. И вот вам пример настоящего джихада, который на самом деле, в котором нуждаются все. И вот пример вот этих предков наших братьев, которые нас сопровождают, это мой живой пример. И в конце своей жизни, кстати, отец прожил почти 100 лет у него, ему удалось все-таки после перестройки в 90-е годы уехать, поехать посетить родную землю. Он там пробыл два с половиной месяцев, и после его возвращения сюда, спустя два месяца он покинул этот бременный мир. Я все время испытываю страсть, тяготение, большое, огромное желание поехать в Дагестан. Кстати, мы готовили его прибытие, организовывали приглашение. Кстати, мы хотели их семью пригласить к нам в Дагестан. К сожалению, когда мы пригласили, они захотели на весенний период, потом уже наступила эта беда с коронавирусом, и все-таки мы повторно посетили. Но мы не хотели... Но мы не хотели... Но мы хотели... Но мы хотели... Я как говорила, как кит, говорила, но мы в Дагестан, и в Суре, мы не хотели туда. Да, иншаллах, садзур... Садзур... В дагестан, иншаллах... Садзур, иншаллах... В дагестан, иншаллах... Кстати, Саудия, вот здесь мы находимся. Отец основал многочисленные несколько мадреса в разных территориях, в разных местах. Где бы он не останавливался, он закладывал основы в мадресе, и далее уходил, покидал разные места, и вот так, где бы он не проживал, там происходило, то есть основывалось мадреса. И это было последнее мадресе, которое он построил до его ухода на свет, в мир иной. В этом же доме жил и Абдуллахаба, отец хозяина нашего дома, он сейчас проживает здесь, говорит, сидел, он здесь находился. И я спрашиваю, ага, какие свободы, ограничены ли какие-либо свободы для проповедования, для образования здесь. Он говорит, мы предоставлены целиком и полностью самим себе, государство не вмешивается в наши дела. Здесь полная свобода деятельности проповедников, мечети, мадресе. Мы только что слышали, как звучит здесь обеденный азан и хвала Всевышнему Аллаху, аль-хамдул-Ллях. Многие предполагают, что раз Иран, это значит, суннизм здесь в меньшинстве, и они как-то учимлены в своих правах. Нет, на самом деле, вот это подтверждение человека, который уже с молодостью занимается этой деятельностью. И хвала Всевышнему Аллаху, аль-хамдул-Ллях. Сейчас Шех Тага нам проведет экскурсию по этому заведению. Это мечеть, где мы помолились. Маленькая мечеть, квартальная. Здесь совершили мы обеденный намаз. И вот здесь... Дааг, это Джабель. Дааг, это Джабель. У нас Дагстан. Да, здесь тоже. Дааг, говорит, это горы. Здесь тоже, как в Дагестане, столько гор. Даагстан, Джабельстан. Здесь проходят уроки по хивзу. Учебное заведение работает около 80 лет. Сотни выпускников, которые стали большими учеными и которые уже открыли свои мадресе в разных населенных пунктах. Каждый учитель сидит в своей аудитории, а студенты, ну их же, наверное, там и такое огромное количество. Преподаватель не меняет свое место, это его аудитор. А студенты по очереди заходят к каждому. Кстати, это вот соответствует этике получения знаний. Потому что есть такое понятие в исламе, незнания идут, а к знаниям приходят. Есть еще женское мадресе, которое закрыто на период Коран. Около 250 одних девочек ходило в женское мадресе, но по связи с коронавирусом она закрыта. Сейчас мы направляемся вглубь села, Орджели. И Аха хочет, он и, то есть здесь он и главный преподаватель, руководитель мадресе и имам. Я имам этого села в одном лице. Он хочет нам показать главную мечеть села. И вообще, около 30 сел совершают пятничную молитву в одной мечети. То есть люди, которые до их предков, до их... Ахбар, она Аббас, она Ахали туркман. Кану мута'анидин, мутафаррикин, муташатитин. Ваа... Ваххад... Ваххадахум... Абаукум. Да, да. Валяна, янисару... Ла юсаллунальжум'а, илля... В масжидуахид. Да. Маша Аллах. В масжидуахид. Люди, которые... При меня, которые враждовали до... 100 лет назад, имеется ввиду, до... Переселения... Абдул-Кадира... Ибрагима и Абдул-Ахаба, они были расколоты, разрознены. А сейчас, видите, даже пятничную молитву, они все 30 сел совершают в одной мечети. Я видел, в Абдул-Ахаба, дожием не поделиться до конца. Ибрагима, где конца не проводилась до конца. Валяна, да. Вау. Валяна. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok